Повышение уровня подготовки молодых водителей позволит сократить в разы количество аварий. Как сейчас работают республиканские автошколы и насколько активно там внедряют современные стандарты, обсуждали на комиссии по безопасности дорожного движения. С начала этого года по вине молодых водителей произошло 275 ДТП. В результате 29 человек погибло и более 350 получили травмы. Члены комиссии по безопасности дорожного движения отмечают, что ответственность за эти аварии должны нести и автошколы. Статистика показывает, теоретические экзамены с первого раза сдают 9 из 10 выпускников, а практические проваливают больше половины курсантов. То есть автошколы просто натаскивают их на заучивание тестов. В регионе составили черный список автошкол. В одном из таких учебных заведений на пересдачу отправляют 76% будущих водителей. Автошколы, как и прежде, в целях вскрытия низкого количества подготовки выпускников, продолжают под видом не сдачи внутренних экзаменов выдавать свидетельства об окончании учебной организации лишь после того, как учебная группа сдала коллекционные экзамены ГИБДД. Тем самым слабо подготовленные их выпускники обращаются в госавтоинспекцию самостоятельно и результаты сдачи им коллекционных экзаменов не отражаются статистически по учебным заведениям. Автошколы сейчас обязаны согласовывать с ГИБДД рабочие программы. Положительное заключение выдали лишь 24 учебным заведениям. Но они продолжают готовить водителей. В госавтоинспекции решили не допускать их выпускников до квалификционных экзаменов. Участники Камниси отмечают, что многим школам сейчас не хватает оснащенных по всем правилам закрытых площадок. Их необходимо строить. Свои методы повышения уровня подготовки молодых водителей предлагают и общественные организации. Для снижения аварийности среди молодых водителей может оказаться дополнительные теоретические и практические занятия, семинары или курсы по контраварийному подготовке, по контраварийному управлению транспортным средством. То есть это может быть, допустим, либо раз в квартал, либо раз в полгода проводить такие занятия. Думаю, что специалисты будут обучать на практике, в теории людей, как правильно не совершать ДТП, либо, в крайнем случае, уходить от последствий. Спасибо.